Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Технологии для бизнеса». И с вами ее ведущие Анастасия Белоногова и Юлия Рудская. И в гостях у нас сегодня кандидат физико-математических наук, директор компании ТЕРН Екатерина Лозовая. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Взаимно, Екатерина. Вы у нас уже не первый раз, но немного освежим память наших телезрителей. И давайте напомним им все-таки ТЕРН. Что это за компания, чем она занимается, какие у нее произошли изменения за это время, сколько сотрудников было, сколько сейчас. В общем, расскажите о компании. Страшно представить. Наша компания отметила 25-летие в прошлом году. Мы можем вас поздравить. Спасибо вам большое. Это хорошая дата. Ну, годы идут, моложе мы не становимся, но зато, с моей точки зрения, мы становимся мудрее. Мы не старые, мы опытные, мудрые, посвященные. И я думаю, что это наша главная сила. У нас очень дружная компания, очень дружный коллектив. И многие люди из нашего штата работают более 20 лет в компании. Когда меня спрашивают, а как найти работу? Я говорю, я не знаю. Я всю жизнь в ТЕРН не работаю. Вы никого не ищете. Я никогда не знала, как люди это делают, каким образом. К нам приходят люди и просят. Возьмите, пожалуйста, нас на работу. Мы хотим у вас работать. Мы их никогда в жизни не перекупаем. Они просто каким-то образом про нас узнают, приходят в гости и начинают работать. И вот так многие проработали 20 лет, 15 лет. Вот такой у нас состав. А как часто у вас меняются сотрудники? Вообще приходит ли кто-то сейчас? Очень редко. Очень редко, да? Да. Поэтому мы только расширяемся. Мы никогда не уменьшаемся в масштабах. Люди приходят, мы всегда находим для них интересные дела, интересные занятия, интересные задачи. Эти задачи связаны с построением аналитических систем. Сами понимаете, что аналитические системы границ не имеют и никогда не имели. Это серьезная математика. Вроде бы, казалось бы, такой серьезный бизнес. Но вести этот бизнес надо легко, с удовольствием. И тогда это получится. У вас наверняка есть какие-то секреты, как вести бизнес с удовольствием и легко. Если сотрудники к вам стремятся, у вас такие горящие глаза, к вам невозможно не проситься на работу. Глаза горят и у наших людей, которые исполняют эти проекты, которые придумывают подходы. Ведь, я вам скажу так, в серьезных организациях очень часто люди до конца не понимают, какого бы результата им хотелось достичь. И вот такие творческие, энергичные сотрудники помогают им это сделать. Это определенный креатив. То есть надо придумать самим задачу. И самим же ее решить. И решить так, чтобы это решение приносило пользу. Пользу людям, пользу бизнесу, облегчало их жизнь, облегчало их работу. Если глаза горят, то все получится. То есть сотрудников берете с горящими глазами? Только таких. И как же они ищут то, что им необходимо решить? А как-то отталкиваются от клиентов? Вы же наверняка ставите перед ними какую-то задачу все равно. Или от специфики вашей работы? Специфика, казалось бы, очень жесткая, четкая. Построение хранилищ данных, построение аналитических систем. Это системы прогнозирования. Ну так, гадание на кофейной гуще. Если можно так сказать. В каком-то смысле да. Потому что нельзя наверняка все просчитать. Никаким образом. И проанализировать. Никаким образом, конечно. Но существуют определенные прогнозные модели. Эти модели выстраиваются. Они никогда не повторяются. Они всегда характерны для текущей ситуации у нашего клиента, у нашего заказчика. Это огромные организации, в которых работают тысячи людей. Но эти люди все хотят просчитать. Все хотят проанализировать. И это правильно. Так и нужно вести бизнес. Нельзя на чем-то останавливаться. Нужно постоянно делать шажочек вперед. Шажочек за шажочком. И тогда бизнес становится лучше. И тогда можно добиться лучших результатов. Победить конкурентов. Найти какие-то опасные места в этом бизнесе. И постараться их обойти. Использовать старые ошибки. Ведь люди за эти годы, за последние, может быть, 20 лет, собрали огромное количество информации. Огромное количество данных. Причем это не только числовые данные. Это данные о собственных заказчиках. Это данные о том... Ну да, это уже больше, наверное, личная информация. Да, даже какая-то о заказчике. Модели поведения уже какие-то. Модель поведения, да. А имея информацию о том, как ведет себя среднестатистический клиент, можно попытаться таких клиентов привлечь к себе. Посмотреть, как люди работают, что они делают, в какой последовательности они делают. И, с одной стороны, бороться с проявлением мошенничества определенного, конечно же. То есть, если вы видите, что последовательность действий характерна и всегда приводит к не очень хорошему результату, то вам надо проанализировать действия этих клиентов и заранее вычислить до того момента, пока вред будет нанесен. Это в масштабах всей страны производится, без сомнения. Для этого строятся аналитические, огромные мониторы руководителей высшего звена. Причем у нас руководство страны сейчас очень образованное, продвинутое в этом смысле. Они прекрасно это понимают. Как надо действовать, что, от чего надо обезопаситься, а где, наоборот, усилить развитие. Открыть. Открытость, да, повысить какую-то. Открытость. А какие вообще сейчас основные задачи ставят перед вами заказчики? Чего хотят? Коммерческие структуры хотят проанализировать поведение своих клиентов и постараться сделать так называемый апселл, то есть допродать свои услуги. Понять, условно, кому выдать кредит на Сборожице, кому на Мерседес. Это вообще такая задачка интересная. А кому к Мерседесу можно еще предложить кредит на мотоцикл, на квартиру? Конечно, конечно. То есть ваши основные клиенты – это банки, да, вот в этом случае? Вы знаете, финансовая организация, наверное, это только половина клиентов. Потому что, по большому счету, это и госсектор, конечно же, тоже. А госсектор какие задачи перед вами ставит? Безопасность. Есть какие-то тенденции? Безопасность. Это очень важная сейчас задача. Постараться заранее предсказывать ситуации, которые, не дай бог, случатся. Вот мы должны всеми нашими усилиями, нашим интеллектом сделать так, чтобы плохие ситуации не случались в нашей стране. Попытаться подложить, условно говоря, соломы, подложить мат мягкий, чтобы никто не ударился, чтобы люди не пострадали, чтобы наше производство сохранились, чтобы никто нас никогда не обижал. Это, согласитесь, для всех для нас очень актуально сейчас. Екатерина, а как это вот, ну, я немножко не понимаю, как это технически выглядит? Вы делаете что? Вам дают какое-то, ну, как, задание или дают какие-то данные, а вы с ними что делаете? Предугадывайте, что будет дальше? Я бы сказала, что мы сами рассказываем, как можно такие задачи решать, а наши заказчики дают накопленную информацию, с которой не всегда знают, что можно сделать еще. Они ее собирают, годами коллекционируют. Информация есть, а что с ней делать, непонятно. Самый главный вопрос, и как же использовать эту информацию? И вот это самое важное. Очень часто люди, имея информацию, не могут сделать, например, правильные выводы, принять достаточно правильные решения. Очень большая ошибка нарастает. И вот здесь мы, конечно, необходимы. То есть вы помогаете сделать правильное решение? Мы помогаем построить системы поддержки принятия решений. Это будет грамотно. Но решение все равно остается, конечно же, за клиента. Конечно. Екатерина, а внутри компании вы с кем работаете? Ну вот когда просчитываете какие-то задачи, в основном кто обращается за этими услугами внутри компании? Госкомпании, коммерческих компаний? Или есть аналитика для всех? Кто этот специалист? Это люди с прекрасным образованием. Как правило, они учились, например, в Московском государственном университете. Возможно, давно. Это люди, которых я называю инноваторы. Люди, которые, независимо от своего возраста, всегда стремятся к новому, стремятся к позитиву. Они всегда за прогресс, за то, чтобы людям было лучше, людям окружающим. А внутри компании клиента человек, ваш союзник, который говорит, нам нужно просчитать вот это и вот это. У нас такие-то задачи. Это люди, которые занимаются рисками, те, кто занимаются безопасностью, коммерческие и финансовые директора, без сомнения. Без этого никак. Те, кто работают с клиентской базой, клиентские менеджеры. Ну это уже чуть ниже уровень. Но тем не менее, и на достаточно низком уровне бывают очень грамотные специалисты. Мы их, видимо, чувствуем. Я так думаю. Каким-то образом мы находим людей, которые мыслят похожим образом. А можете рассказать какой-то наиболее успешный, интересный, может быть, пример, кейс? Вот совместная такая работа. Вы знаете, сейчас как раз ведется очень интересная работа. Причем мы ей посвящаем там чуть ли не 14-15 часов в сутки. Мы создаем монитор руководителя очень высокого уровня. Я, к сожалению, не буду... Ну, да, можете, конечно, не вызывать. Вы можете догадываться. Это действительно люди, которые отвечают за безопасность нашей страны. Они для того и служат нашей Родине, чтобы выполнять эти функции. Это система, которая позволяет анализировать как структурированные данные, так и не структурированные данные. Соединять данные из различных источников. Строить математические модели, которые прогнозируют поведенческие модели людей. Это действительно непросто. Это очень сложно, да. Я с вами согласна. С госкомпанией наверняка вообще сложно работать в этом плане, но очень интересно. Без сомнения, без сомнения. Я очень рада, что сейчас в нашей стране такой прогресс все-таки в этом направлении. Понимаете, когда мы 20 лет назад начинали заниматься аналитическими системами, люди воспринимали... Сами не понимали, никто не понимал, да? Первая реакция была, это какая-то игрушка, с этим невозможно жить. Мне кажется, что это просто детская игрушка, да, она красивая, это здорово, но, собственно, какое практическое применение. И прошло 20 лет для того, чтобы люди осознали, насколько это важно, и насколько это дает конкурентное преимущество во всем мире, в нашей стране, в определенных бизнес-областях, и для государственных деятелей тоже. Ведь, понимаете, когда вы принимаете решение в темноте, оно будет принято не совсем верно, слишком большая погрешность. Если вы имеете возможность анализировать чистую информацию, объективную информацию, какая бы она ни была, главное, чтобы она была правдивой, тогда решения приняты, будут объективны, тогда вы сможете заранее спрогнозировать, какие действия необходимо предпринять, где узкие места, где слабость нашей позиции. И согласитесь, особенно сейчас в таком непростом мире, это крайне важно, это очень важно. И к нам приходят люди, высокопоставленные люди, которые занимаются, так скажем, сильными военными, стратегическими вопросами, назовем это так, и говорят, Наджа, а мы не знали, что вы существуете. Как же это мы вас просмотрели, как же это получилось. Екатерина, тогда в следующей части программы я предлагаю вам поговорить про то, как вы их находите, как они находят вас, и вообще, что нас ждет в ближайшем будущем. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, и снова здравствуйте! В эфире программа «Технологии для бизнеса». И с вами ее ведущие Анастасия Белоногова и Юлия Рудская. А я напомню, в гостях у нас сегодня Екатерина Лозовая, директор компании «Терн». Еще раз здравствуйте! Екатерина, до рекламной паузы мы с вами поговорили про то, что некоторые клиенты приходят к вам сейчас и говорят, как же мы 20 лет назад не знали о вас. А как они находят вас сейчас? Или вы их сами находите? Наверное, мы стали немножко больше о себе рассказывать. Когда-то нам тоже казалось, что очень малое количество людей нас понимает, а сейчас таких людей стало гораздо больше. Я вас уверяю, наши люди получили прекрасное образование и хотят воспользоваться этим. И когда мы рассказываем о том, что мы, собственно, делаем, они уже понимают. Они понимают, как можно строить совместные проекты, как можно добиваться успеха. И я вас хочу порадовать, что в нашей стране очень много патриотов, людей, которые думают о будущем, о будущем своих детей, о будущем нашей страны. И без таких технологий, которыми мы занимаемся, это будет невозможно. Мы должны стремиться, мы должны развиваться, мы должны приносить пользу людям, мы должны создавать такие проекты, такие решения, чтобы детям, которые придут в этот мир после нас, было хорошо, чтобы они могли дальше развивать те дела, которые мы начали сейчас с вами. Екатерина, скажите, а как вы привлекаете ваших клиентов? Как они о вас узнают? В настоящее время проходит очень много информационных выставок, так называемых, конференций, круглых столов, на которые мы всегда на них бываем, мы всегда обсуждаем горячие темы, всегда стараемся поделиться опытом, что удалось решить, каким образом, какие технологии мы используем, как мы сочетаем эти технологии для получения максимального результата, максимально полезного для людей результата. Именно так. Но по большому счету, поскольку наши клиенты с нами многие уже 20-25 лет, иногда они перемещаются из одной организации в другую, так случается, идут на повышение, например, изменяют свою должность или область своих интересов, и они сами нас приглашают, помня, каких результатов нам удалось достичь. Екатерина, а что нас ждет в ближайшем будущем? Какие новые технологии? Ну, планируете представить в ближайшие пару лет, пять лет? Знаете, за последние 5-10 лет очень увеличилось количество данных в этом мире. Поэтому появились такие термины, как Big Data, начали обсуждать тему, можно ли сохранять, например, все, что люди говорят на мобильном, через мобильное устройство. И действительно, технологии создания компьютеров, больших информационных центров очень сильно прогрессируют. И это будет продолжаться дальше, это не остановить, без сомнения. Я, конечно, иногда использую такую шутку, что мы скоро все будем, как у собачки, у нас будут чипы, и все сразу будет записываться. Все будет полностью известно, сколько батонов хлеба мы с вами купили, сколько съели, в какой магазин сходили, у кого были в гостях и так далее. И вообще-то при нынешнем развитии техники и программного обеспечения это уже возможно. Может быть, я вас немножко расстрою. То есть уже сейчас уже есть такие примеры. По большому счету, я считаю, что если у вас в сумке лежит хотя бы один телефон, а у многих уже по два, по три, и у меня тоже есть, тоже не исключение, то про нас практически все известно. Без сомнения, конечно. Все наши эмоции, все наши слова и действия. И наше перемещение. И можно спрогнозировать, каково будет наше поведение. Так, Екатерина, это ваша заслуга, да? Видимо, мы тоже вложили в эту небольшую лепту. Екатерина, скажите, а вот есть ли у вас какие-то такие компании, которые на протяжении нескольких лет с вами сотрудничают и вот рады. Каждый раз что-то новое и новое. Рады тому, что они с вами сотрудничают. Есть какие-то такие? Да, конечно. Я очень давно работаю с компанией «Сургутнефтегаз». Очень душевно привязана к этим людям. Они инноваторы, патриоты. Просто большие молодцы. И замечательно, что такие люди есть на свете. Это Магнитогорский металлургический комбинат. Люди, которые работают в большом банке ВТБ. Сейчас объединение идет. То есть, этой банки, производство. Без сомнения. Екатерина, а есть какие-то новые отрасли, которые вам хотелось бы привлечь в качестве клиентов? На кого вы смотрите? И есть вам уже что-то, может быть, что им предложить? А они еще не ваши клиенты. Еще не знают. Я вам скажу, что последний год-два очень большой акцент переместился в область безопасности. И если когда-то, до начала последнего кризисного периода, безопасность, я бы сказала, так немножко вяло, еще реагировала. Как-то по-другому все-таки люди себя вели. То сейчас просто полное впечатление практически от каждой компании приходят люди, отвечающие за безопасность. И говорят, давайте делиться опытом. Давайте вложим наше знание, наше умение. и постараемся помочь. То есть, в принципе, сейчас любая компания, это ваш клиент? По большому счету, да. Я бы сказала, что этих компаний сейчас такое количество, что мы, наверное, и не сможем в одиночку. Но мы можем научить. То есть нужно привлекать новых сотрудников? Да, без сомнения. Это обязательно. Но мы готовы учить, мы готовы рассказывать об этом опыте, передавать людям эти знания. Для того, чтобы они, используя такие знания, смогли помочь организации, в которой они находятся. У вас есть какой-то обучающий центр? Да. Какие-то обучающие программы, может быть? Мы стали заниматься, например, типко-спотфай. Это достаточно такой, вроде бы, простой инструмент программный, который позволяет и прогнозированием заниматься. И совсем людям не нужно заканчивать там в СТЕХ или МГУ. То есть у монетариев есть шанс? Есть, 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 без сомнения. Такие инструменты, это инновации, это шаг вперед. И мы сделали даже дистанционное обучение, мы перевели, сделали адаптированные курсы для того, чтобы обычные люди могли погружаться в эти новые технологии и понимать их. Но вообще для людей какого уровня это рассчитано, вот эта программа? То есть какое образование начально все равно должно быть? Что вот человек должен знать, чтобы понять все эти программы? Какие-то базовые требования жизни? Есть такое замечательное русское выражение, называется user-friendly. Чудесно, да? Что это такое? Понятно, что это выражение пришло к нам с Запада, но на самом деле, что это такое? Интуитивно понятные. Сейчас программное обеспечение становится интуитивно понятным. То есть требуется достаточно небольшой период адаптации для того, чтобы человек с каким-то минимальным все-таки высшим образованием это нужно. Мог воспользоваться достижениями науки и техники. Я вам скажу, удивительно, мы, когда учились в университете, в МГУ, мы изучали там теоремы Тихонова, это математика, которого, к сожалению, сейчас уже нет в живых, но программное обеспечение, которое мы сейчас занимаемся, построено на основе этих теорем. Пригодилось. Это чудесно. То есть мы были детишками маленькими, и тогда мы не понимали, почему мы так страдаем, почему мы так мучаемся, и зачем нам такие сложные вещи преподают. Было это ощущение. Но сейчас я вам скажу, я благодарна нашим профессорам, которые на факультете вычислительной математики и кибернетики нас обучали, за то, что они нас не слушали, а продолжали упорно преподавать нам эти предметы. Теорию игр, теорию автоматов, дискретную математику, математическую логику, теоремы Тихоновы нам объясняли на доступном нам языке. Это чудесно. Они молодцы. Они молодцы. Они смотрели в будущее. И сейчас мы должны также думать о перспективе, о том, что будут делать наши дети, каким образом будет развиваться наука, техника, как пойдет прогресс. И тогда, я вас уверяю, люди будут намного счастливее. Екатерина, скажите, а есть ли у вас конкуренты? И много ли их? Я бы сказала, что скорее это соратники. В такой области не стоит думать о конкуренции, потому что мысли витают в воздухе и только объединившись. То есть вы обмениваетесь опытом, когда с ними встречаетесь? Обязательно. Да. Я бы сказала, что я даже не понимаю, кто может быть конкурентом. Нужно объединять разум-интеллект, то есть сели партнеры. И кто же ваши партнеры? Это организации, которые тоже занимаются высокими технологиями в сфере IT, без сомнения. Это подразделения всем известных крупных организаций нашей страны, потому что многие у себя в штате имеют так называемые аналитические инновационные подразделения. И туда как раз стекаются люди, которые нам по духу очень близки. Вы можете поговорить на одном языке с ними. Да, у нас полное взаимопонимание. Это чудесно и замечательно. И я рада, что так сложила жизнь. Это удивительно. Поделитесь опытом. Как вы все-таки находите в такое непростое время какой-то креативный подход к своим клиентам и партнерам? Знаете, я думаю, что все-таки наш бизнес достаточно жесткий. если воспринимать его просто как он есть. Поэтому мы придумали такое новое направление. Мы снимаем небольшие ролики, небольшие игровые фильмы. И в этих фильмах просто понятно для любого человека рассказываем, что же такое аналитическая система. Я с удовольствием сыграла Бабу Ягуа в одном из фильмов. Получила огромное удовольствие. И как только будет возможность, еще раз повторю этот опыт, это чудесно. И рассказывая вот таким полудетским где-то языком, доступным языком, что же мы делаем, ради чего мы это делаем. Я думаю, что это доходит не просто до интеллекции человека, до логических каких-то частей нашего мозга. к вашей компании, безусловно. Это какая-то все равно такая, мне кажется, лояльность к своим клиентам. Доступно и понятно объяснить все это. Это на уровне души. На уровне души. На уровне ощущений, на уровне чувств. Это гораздо сильнее с моей точки зрения. Екатерина, у нас остается совсем немного времени, но я бы хотела вам задать этот вопрос. Компания, ваша компания, ваш клиент, насколько она крупная? То есть какая компания может позволить себе воспользоваться вашими услугами? Она должна быть большой. Большое количество сотрудников, большое количество данных. Что у них должно быть? Данные должны быть в электронном виде, но на самом деле у нас очень дифференцированный подход, поэтому мы можем работать как с малым и средним бизнесом, так и с очень большими организациями. А вот для среднестатистической компании, ну вот сколько, допустим, аналитика какая-то стоит? Ну это как температура по больнице, конечно же. Да, да. Это тоже правда. Я стараюсь находить решение для всех, кому это нужно и ценовую категорию. То есть вы понимаете, данные можно анализировать по большому счету, даже если у вас просто какой-то набор экселевских таблиц. И это принесет результат. Вы можете иметь одного аналитика в штате, и он будет приносить вам пользу и помогать вам развиваться дальше, помогать развивать ваш бизнес. Поэтому не надо себя ограничивать. Приходите к нам в гости и мы покажем, как это делается. Спасибо вам большое, Екатерина, за столь интересный рассказ. Дорогие друзья, в эфире была программа технологии для бизнеса. В гостях у нас была Екатерина Лозовая, а вели программу Юлия Рудская и Анастасия Белоногова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин